Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами юбку из денима, модного на сегодня фасона с запахом и разрезом. И я уже подготовила то, что мне необходимо. Это шаблон фигуры, на котором я буду рисовать. И на этом же шаблоне буду рисовать другие эскизы, чтобы потом их вместе сочетать между собой. Я подготовила две заливки. Одна заливка лицевая, одна заливка изнаночная. Подготовила дырки и подготовила металлическую пуговку. Все остальное, швы и потертости, я уже буду делать непосредственно в программе при помощи разнообразных инструментов. Начну я по классике, а именно начну с того, что приближу ту часть, которая мне нужна, заблокирую слой и нарисую базовый контур. В данном случае возможно нарисовать симметрично. И тот вариант юбки, который я выбрала, он предполагает, как будто бы эту юбку перешили и из брюк. То есть это такая вот модель будет. При этом посадка у нас будет по талии. Давайте начнем. Начну я с пояса. Здесь будет у нас небольшой запах. Смотрите, сразу прорисовываю. Поскольку до ним более плотный, он может более плотно сидеть. Вот, точечки. Сейчас мы тоже все поправим. Вот, смотрите. И начинаем рисовать основную линию. Сделаю сейчас контур красным и без заливки, чтобы его просто было элементарно лучше видно. Потом его можно поменять. Либо же можно сделать цвет шаблона более полупрозрачным, но это уже в зависимости от того, какая у вас потребность. То есть можно взять просто шаблон для того, чтобы лучше было видно, что мы рисуем, и добавить ему непрозрачности. Таким образом наш рисунок будет выигрышно выделяться и будет удобно его использовать. Итак, пояс. Теперь буду рисовать то, что я сказала. Ощущение от юбки, как будто бы она перешита из брюк. То есть вот здесь у нас будет ширинка, а вот здесь как будто бы мы брюки взяли и разрезали. Вот. И вот так. Длина миди. Здесь прямой шов. Сюда на бедро. Смотрите, чем хороши шаблоны. Когда вот здесь я сразу вижу, понимаю, что на бедро не прошла. Вот. Теперь прошла. Здесь смотрим тоже, нужно нам расширить немножко или нет. Я часто такие расширения делаю при помощи кнопочек на клавиатуре, стрелочки вправо-влево. Вот. И смотрим, насколько здесь у нас линия правильно себя ведет. Иногда в иллюстраторе намного удобнее погладить инструментом сглаживания. То есть я вижу, что у меня вот здесь кривоватая линия. Я беру инструмент сглаживания и прошу мне ее подровнять. Линия становится более упругой. Часто используют этот инструмент. Мне удобно. Вот. Это одна у нас половинка получается. Давайте мы ее сейчас раззеркалим. От центра. На шаблоне помещены линии центра. Нажимаю shift, чтобы был угол. Смотрите. 45, 90 и alt. Потом отпускаю кнопку мышки. Потом отпускаю, соответственно, кнопочки уже с клавиатуры. Вот. Это мы на передний план. И давайте я сразу сделаю белую заливку. Будет понятно, как это все смотрится. Потому что, когда такое наслоение линии, особенно для новичков, кажется, что там какая-то несусветная путаница. На самом деле, никакой несусветной путаницы нет. Просто если вот у этого всего мы отменяем заливку, то оно смотрится вот так. Если заливку не отменяем, то, естественно, все хорошо видно. Так. Продолжаем. У нас с вами должна быть задняя часть юбки. И здесь у меня будет особенность. Она будет немножечко полукруглая. С необработанным швом. Мне не обязательно ее прям, ну вот, четко прорисовывать. Да, я могу ее вот так вот сделать. Для того, чтобы она просто была и перекрывала ту часть, которая у меня есть. Соответственно, видна в разрезе. Вот видите. А то остальное, этого просто не видно. Так тоже иногда рисуют. Это совершенно нормально. Так. Еще при хождении она будет вот так немножечко деформироваться. Это мы тоже с вами поправили. Теперь начинаем рисовать детали. Вообще, когда мы рисуем дни, здесь основное будет акцент на то, как всякие детали будут. Как карманы, как они отстрочены и так далее. Вот сейчас мы этим и займемся. При этом, тут еще и клепочки надо будет поставить. Но это мы потом таким финальным штрихом будем делать. Вот у нас с вами карман. Так. Карману сейчас посмотрим кривизну. Насколько она у нас удачно получилась. Да, смотрим. Вот. У Данима что у нас самое важное? Это отстрочки. Отстрочки и выворка, которая смотрится по этим отстрочкам. Поэтому сейчас мы берем Ctrl-C. Давайте сделаем Ctrl-V. И немножечко потянем. Можно сделать автоматической кистью двойную отстрочку. Можно сделать, как делаю я. Это вот уже, естественно, здесь у меня будет 0,25. И будет пунктирная линия. Я всегда задаю параметр 2 на 2. Вот. Ну, для эскизов, по моей практике, эскизы, нарисованные на формате А4, именно такой вариацией смотрится лучше всего. Вот. Это мы нарисовали. Далее у меня внутри кармана будет еще один карман. Сразу у меня переснимается линия, которая была до этого. Можно сказать, что хочу такую. Вот. И по нему тоже, естественно, будет двойная отстрочка. Уже вот сейчас мы ее вот так сделаем. Можно инструментом пипетка переснять свойства. Вот. Здесь главное терпение, внимательность и желание того результата, который вы хотите получить. Так. Теперь пояс. Пояс тоже у нас всегда покрыт разнообразными отстрочками. Естественно, будут отстрочки по краю. Здесь без них вообще никуда. Одна. И мы можем потом все, что мы здесь делаем, туда раззеркалить. То есть я вторую половинку сейчас особо даже рисовать и не буду. Мы отработаем только правую половинку, а потом на левую всю красоту, которую мы сюда вложим, раззеркалим. Там, единственное, здесь будет гульфик, с той стороны гульфика не будет. Ну, понимаете, да? Как у нас будет отстрочено? Соответственно, здесь вот то, что мы вставляем в молнию, вот такая штучка будет. И всегда надо ними у нас двойные отстрочки. Сюда мы тоже это все ставим. Так. Далее по краю здесь тоже у нас всегда отстрочка. В общем, в основном эскиз денима будет состоять из безумного количества отстрочек. Притом, если вы возьмете какие-нибудь свои джинсы, то вы увидите, что на них отстрочки другим цветом сделаны. А именно таким песочно-бежевым. Это тоже определенная фишка. Вот. И это мы тоже покажем обязательно. Почему я делаю именно пунктируем, а не создаю какую-то отдельную кисть, потому что таким образом можно будет еще и цвет добавить для того, чтобы сделать более реалистично. Так, сюда. И сюда. Давайте сейчас нарисуем. Так, это одна линия скинули. И сейчас вот эту продолжим. Здесь вот я уже начала. Надо ее только зацепить вот эту линию. Так. Естественно, отстрочки всегда строго параллельны, потому что делается это все на оборудовании, которое в две иглы это все отстраивает. Они непараллельными не могут быть. Поскольку я рисую ручками, то у меня сейчас может быть некоторая непараллельность. Но это можно исправить, если рисовать сразу как бы алядывайную отстрочку. Подробно мы это, кстати, на курсе разбираем, но я сейчас хочу сделать так. Вот. Так. По-разному можно рисовать. Кому как больше нравится или кто как хочет заморочиться. Так, это мы сделали. Теперь что у нас еще здесь будет? Это, естественно, мы здесь еще не закончили. И это я сейчас рисую только от строчки. Потом мы еще будем рисовать, чем характерен доним, это стирками. Вот. Это у нас петелька. Пуговку у меня отдельно есть, я ее размещу. Теперь у нас будут шлевки. Шлевка вот сюда пришивается, под карман. Вот так. И у шлевок я их всегда рисую более тонкой линией. Если у меня основа нарисована единицей, то шлевку я буду рисовать на 0,5. Она тогда будет смотреться более тонкой, более изящной. Что характерно у нас будет у шлевки? У нее будут закрепки. А закрепки, как и основные нитки, будут другого цвета. И у нее будут от строчки. Вот так. Тоже такой же толщиной. И сейчас параллельную тоже сделаем. Как видите, все это вот сюда вот так встает. Вот. Даже легкая где-то неправильность шва, она лучше показывает. Так, что я еще хочу нарисовать? Я хочу нарисовать, что у меня вот здесь чуть-чуть, если мы смотрим на сложенные изделия, то что называется flat sketch. Что такое flat sketch? Это как будто наше с вами изделие разложено на плоской поверхности. И мы просто на него сверху смотрим. Вот. Так, беспунктирно. И на задний план. Вот. Там вот у меня я чуть-чуть, чуть-чуть вижу пояс. Сейчас перышко вытащу, чтобы у меня они были. Вот так. И здесь тоже вот так. А эта, чтобы побольше была вот захлестом. Даже можно чуточку поднять. Она не должна сильно торчать, просто вот чуть-чуть ее видно. Так. Еще одна боковая шлевка у нас будет вот здесь. Она рисуется по другой форме, и здесь не будет видно от строчек, потому что шлевка будет выглядеть вот так, как будто мы на нее смотрим сбоку. Вот так. Вот такая отстрочка. Здесь мы будем рисовать тоже ее 0,5. Не нужна она нам такая толстенькая. Как видите, линии даже смыкаются практически. Так. 0,5. Во. Вот такая красота. Так. Все мы нарисовали? Давайте посмотрим. Да, здесь все, все, все. Что я теперь сделаю? Я теперь все вместе это выберу. Вспоминаем, что нам пояс, спинка, это не нужно. Мне не нужна будет. Этой части не нужен будет гульфик. То есть вот смотрите, что я буду копировать. Так, спинка еще прицепилась, не нужна. Вот. Только вот эту часть я буду копировать. Вместе с карманом совсем. Соответственно, я выбираю центр, зеркальное отражение. И оп. Мы с вами все откопировали. И пока еще сделано выделение. Выбираю дополнительно левую часть и спинку. Монтаж на задний план, чтобы у меня ничего никуда не вылезло. Вот у меня получилась юбка. Что у меня улетело? У меня шлевочка улетела. Мы сейчас ее найдем, потому что, ну, просто на передний план вышло что-то другое. Вот. Все есть. Так, вот такая красота уже получилась. Я думаю, что сейчас она больше похожа на юбку. Стала именно денимную. Здесь у нас будет виден шов у брюк, у джинс. Такое часто бывает, когда мы видим шов. Его тоже, поскольку это тонкий шов, мы его так и обозначим тонкой линией, чтобы он не выделялся на передний план, но создавал красоту в эскизе. Тоже его сюда раздублируем. Так, еще что я буду видеть? Я буду видеть по спинке тоже вот такой шов. То есть полное ощущение, как будто она у меня, эта юбка, сшита. И да, она не такая неровная, потому что там тоже вроде как будто собрали из штанин. Вспоминаем, что у меня здесь есть. Я еще не готова перейти полностью, но мне нужна пуговица. Копирую пуговицу. И, естественно, пуговку мы вставляем на место. Плюс ко всему, бывает, что еще есть отстрочки. Так, что у меня там пропорционально? Ок. Я просто проверила, что все пропорционально есть. Вот. Вот так. Соответственно, смотрите, какая хорошая пуговка. Уже все металлическое. Можно еще дополнительно вот сюда ставить клепки. Они бывают, что есть, бывает, что нету, но это уже на усмотрение. Вот такая базовая юбка у нас получилась. И теперь мы к этой базовой юбке будем собирать заливку. Сейчас я сделаю копию для того, чтобы было понятно, чем отличается технический эскиз черно-белый от технического эскиза, который в цвете. И вы увидите эту разницу, она будет просто колоссальная. Я это все вместе сгруппирую. Ай-яй-яй. Не туда нажала. Сгруппировать. Сразу понятно, да, какая у нее пропорция и так далее. Вот конструктор любой вам скажет большое спасибо за такой планный эскиз, потому что на нем понятно. Так. Делаем заливку. У меня есть две фотографии. Заливки удачно проработанные и бесшовные, но они крупноваты, поэтому я их оп и вторую оп. Так. Все эти удаляю. Поскольку у меня группа, я вхожу в режим изоляции двойным кликом и начинаю планомерно применять заливку. Давайте посмотрим. Заливку мне нужно применить к основе. Вполне удачная заливка. Видите, заливается она у меня бесшовно. Убираем все лишние. Так. Вторая. Хорошо. Вот это вот то, что я вижу, белесость, это у меня вот эти линии, которыми нарисованы карманы, которыми нарисованы швы, так себя ведут. Так. Теперь мы вот здесь такую же заливку делаем. И, конечно же, шлевки и задний пояс тоже у нас из основной ткани. Возможно, я сейчас посмотрю на эскиз, и нужно будет сделать заливку пропорционально немножечко поменьше. Всегда это применительно к эскизу. Здесь нет универсального рецепта. Нужно просто посмотреть, насколько хорошо. То есть у Данима тоже вот этот рубец, он разный бывает. Сейчас я сделаю его более деликатным. Это все настраивается вот здесь. Ну, давайте попробуем, например, вот так. Вот. Видите, как хорошо. То есть если без объекта... Объект убери мне. Вот. Вполне 80, может быть, даже 70. Еще раз сейчас так же сделаем. Вот. Так, еще раз. Покажи. Вот видите, еще мельче стал рубец. Да, хорошо. Тут главное настроить, чтобы именно заливка. И теперь задняя часть вот такая вот у меня будет. Вот так. То есть, как понимаете, у Данима задняя часть другая. Поэтому, если вы сделаете одну и ту же заливку, то она так красиво смотреться не будет. Так. Что еще я, естественно, буду делать? Вспоминаем. Это цвет от строчек. Цвет от строчек у нас должен быть цвета Camel. Camel это вот такой цвет. Кстати, здесь очень неплохая цветовая палитра. Вы ее используете. Не надо ей пренебрегать. И сейчас мы с вами выберем от строчечки. Я выбираю с зажатым шифтом. Вот. И у нас все заливки. Мы сейчас попробуем на одной половинке. Если удачно, то... Да, вот смотрите. Видите? Цвет заливки стал вот таким. Единственное, на эскизе его становится не так классно видно. Но зато эффект становится намного более денимный такой. То есть, то что классические вот такие нитки отстроченные. Все сюда у нас идет. По низу у меня нету обработки. Потому что вспомните, если вы посмотрите на обычные джинсы, то там еще и обработка. По низу есть. В данном случае ее нет. И это уже даст принципиальную разницу между черно-белым эскизом и цветным. Видите, насколько это? Поэтому очень хорошо обозначить на черно-белом все-все-все заливки. А при работе уже непосредственно с цветным эскизом, здесь мы уже стараемся добиться того результата, который нам нужен. Я сейчас буду делать еще две вещи. Это именно денимная история. Что я буду делать? Я буду делать эффект стирки. И эффект стирки будет заключаться в двух аспектах. Я буду делать темные пятна. И я буду делать пятна высветления. Притом буду делать их по-разному. Давайте начнем с пояса. Смотрите, я создала новый слой. То есть я основу цеплять не буду. И здесь обычно на поясе вот так вот идут темные пятнышки. Прям вот темно-синие. Сейчас я их прорисую. Они у меня сейчас отдельно идут. Они ничего не цепляют в изображении. И не такого они цвета будут. Просто рисую для того, чтобы их было хорошо видно. Давайте мы сразу цвет подберем. Должен быть такой глубокий, насыщенный темно-синий. Потом мы ему дадим небольшую непрозрачность. И он хорошо встанет внутрь. Такими маленькими штришками. То есть как будто бы он заломленный. Как будто вот его постирали. Мы сейчас это все сюда создадим. Создается это ручками. Пятна должны быть неравномерные. Если вы какой-то кистью сделаете их равномерными, не будет такого классного эффекта. Потому что там где-то непростирка будет такая, где-то такая. И еще есть такой момент, что у каждой конкретной вещи, которая будет постирана, будет свой рисунок пятен. Ну естественно мы рисуем рекомендацию. Но это тоже нужно учитывать. Пуговицу можно потом вытащить на самый верхний слой. И туда сделать. Но это вот основа. То есть помним, да? Темные пятна и светлые пятна. Они по-разному распределяются. Но мы их с вами сейчас сделаем. Вот здесь тоже будут по гульфику пятна. Потому что по заломчикам оно вот так вот будет идти. Тут. Это практика. Смотрите фотографии. Смотрите реальные образцы. Смотрите книжки. Там это все можно будет почерпнуть. Понять как, что, куда, зачем и почему. Поэтому обязательно здесь только насмотренность вам поможет. Вот то, что вы один раз посмотрели мой ролик и решили, что оно всегда так. Нет, оно не так работает. Обязательно вам нужна насмотренность. Туда мы сейчас это раздублируем. Вот эту часть, чтобы я ее заново не красила. Я ее туда раздублирую. Лишнюю, конечно же, уберу. Здесь нам не нужно. И здесь нам не нужно. Здесь мы оставляем. И можно сделать как бы несимметричное. Стирка никогда не бывает симметричной. Потому что это настоящая как бы такая рандомная история. Просто добавить еще дополнительно пятнышки. Именно темные. Мы сейчас про темные пятна с вами говорим. Так. И здесь тоже немножечко я добавлю. Больше особо таких темных пятен нигде не будет. Но они будут еще видны на шве. Если вы посмотрите на свои джинсы. Если у вас есть средне-синие джинсы. То вот здесь будут небольшие, такие маленькие пятнышки. То есть за счет того, что там шов. И именно вот такая тонкая работа позволяет сделать эскиз денима денимом. То есть вот эта вот мелочь, которая кажется совсем незначительной. Которая кажется дополнительным шумом. Я использовала здесь фотореалистичную заливку. Но вот эти пятнышки, как видите, ручкой рисую. Потому что нужно просто немножко терпения. Эскизы требуют внимания. Требуют красоты. Я вспоминаю, когда я только училась. Для меня это было, ну почему их так долго рисовать. И я действительно тогда очень долго рисовала эскизы. Я могла потратить по 2-3 часа на один эскиз. Сейчас смотрите, рисую в реальном времени. Специально ничего не ускоряя и не изменяя. Вы видите, как оно все действительно происходит. Потому что просто практика. Потому что я слепила свои первые 100 пельмешек. И проработала 10 тысяч часов для того, чтобы это все делать. Естественно, у меня это получается быстрее. У вас, скорее всего, получится медленнее. Но с практикой оно все будет приходить. Здесь можно это все ускорять. При желании. Могут быть такие пятнышки чуть побольше, чуть подлиннее. Смотрите. Ну, мы сейчас аккуратненько с вами все сделаем. Вспоминаем, что у нас это отдельный слой. И, конечно, на нем это все у нас будет хорошо видно. Так, продолжаем. То есть вот вам реальное время, как это все по чуть-чуть. Я тоже так делаю. Еще раз. Можно создать кисти. Можно все сделать. Но именно вот эта неравномерность дает эскизу красоту. А это вот тот шов, который мы с вами как раз и видим. То, что по шву вот так застиралось. Вспоминайте швы на джинсах. Может быть, вы сейчас в джинсах сидите, посмотрите, как они смотрятся. Вот такая история получается. Вот, смотрите. Видите эти точечки? Они почти незаметные. Но на эскизе они дают очень много всего интересного. Мы сейчас тоже раздублируем. И теперь все наши с вами темные пятнышки мы выберем Ctrl-A и сгруппировать. Чтобы они у нас были сгруппированы, они есть. Вот это темные пятна. Естественно, они не должны быть прям такими темными. Мы их немножечко попрозрачнее сделаем. Вот они у нас больше вошли. То есть вроде что-то есть, а вроде чего-то нет. Теперь следующий уровень – это светлые пятна. Это выстиранные части. Будем их делать при помощи кисти. Я больше люблю делать это при помощи кисти. Вот так мы намечаем. Кисть у нас должна быть без цвета заливки. Цвет контура белый. Вот, смотрите. Кстати, отдельно по дониму мы работаем тоже в курсе. У меня это все есть. Сейчас просто показываю базовый принцип, который можно использовать, но не обязательно. Там разные способы есть. Так. Теперь, что у нас с вами будет? У нас будет вот здесь пятно. Скажите, что я такая странная? Почему я так намечаю? Усы потом отдельно сделаем. Что такое усы? Усы – это вот здесь. То, что когда вы садитесь, у вас складывается. Это называется усиками. Это мы сделаем. Вот так. Линия. Усы прям отдельно потом. Вот. И дополнительно вот здесь две широкие такие большие линии. Это потертости на ногах. Вот так. И вот так. Вот смотрите, что у меня белое получилось. Кажется, ну вроде бы линии зачем. Что мы теперь будем делать? Окно. Библиотека кистей. И мне нужны художественные. Мелый уголь. Вот. Вот такую штуку выбираем. Либо же, либо же можно выбрать другие кисти. Вот здесь в меле и угле. В зависимости от того, какая вам нужна степень потертости, вы подбираете ту кисточку, которая вам нужна. Иногда она может быть такая, иногда такая. И вплоть до того, что, например, вот эти мы можем сделать одной кистью, а те другой. Так. Что мы делаем? Мы делаем потолще на два пункта. И очень большую даем непрозрачность. О! Получилось, как будто они выстиранные. Смотрите, видите? Так. Здесь тоже подбираем кисть, которая нам больше подходит. Где-то побольше, где-то поменьше, где-то потертость. И тоже даем ей сильную непрозрачность. Она даст вот этот белесый эффект. Все-таки я думаю, что я в этом эскизе остановлюсь на этой кисти. Она мне лучше всего подходит. Можно сделать ее потоньше. Почему хорошо с готовыми кистями работать? Они очень хорошо на все это реагируют. Можно 0,75. Или все-таки оставить эту кисть, но еще тоньше ее сделать. Таким образом она будет максимально комфортно смотреться. И тоже уже непрозрачность вы сами подбираете. Вот она у нас легла. Что я хочу сделать? Я тоже это все сгруппирую. Вот здесь сейчас войду в двойной клик. И вот здесь поправлю. Понимаю, что вот эта часть должна быть чуть менее. То есть разной степенью непрозрачности. Это совершенно нормально. И по гульфику тоже вот здесь мы сейчас добавим кистей. Добавим кистей. Вот здесь должна быть кисточка. И вот здесь. Ее сейчас не видно. Я ее очень тонко нарисовала. Сейчас момент. Покажу две кисти без цвета заливки, но с цветом контура. Вот они. Подбираем толщину в зависимости от того, какая сейчас нам подойдет. Вот так хорошо. Потоньше. И еще потоньше. Вот. И тоже непрозрачности убираем. Чтобы вот здесь были высветленные части. Теперь проработаем усики. Усики тоже нам понадобятся. Эти кисти, поэтому я их не убираю. Создам отдельный слой. Что такое усики? Усики вот здесь у нас будут. Вот сюда. Это будут и темные, и светлые линии. То есть вот так они у нас располагаются. То есть представьте, что человек сел, и вот здесь у него замялись джинсы. Их специально часто выстируют. То есть вы покупаете джинсы уже с усиками. Вот. На отдельном слое у меня это все. Так что у меня все прилично. Подбираем ту кисть, которая будет оптимально смотреться. Вот это хорошо. Делаем ее пол прозрачной. Как видите, нет ничего такого прям супер жесткого. И второй вариант мы будем делать темно-синим цветом. Потому что есть части, которые выходят вперед. Есть части, которые назад. Но здесь я буду делать тоже кистью. Если здесь тени я делала заливкой. То здесь буду делать. Рисую тоже ручками. Усики тоже по-разному бывают. Но мне нужно, чтобы они не были равномерные. Чтобы они не были какой-то жесткой логике подчинены. Потому что они не подчиняются там никакой жесткой логике. Вот так. И можно даже сделать разные толщины. Чтобы все смотрелось более натурально. Давайте посмотрим. Вот хорошо. Тоже непрозрачность. Вот. И у нас уже с вами получилась такая юбочка. Она более реалистичная. Сейчас я уберу лишнее. Это мне не нравится. Здесь нужно сделать максимально мягкую. Вот. И здесь тоже помягче. То есть видите, я просто отодвинула эскиз. И начинаю его регулировать. Если я чувствую, что слишком ярко. Я регулирую и делаю, чтобы было не слишком ярко. Опять же. Вот сказать вам. Сделайте, пожалуйста, на 20%. Не могу. Вам нужно обязательно под ваш эскиз. Под вашу заливку. Подобрать какая конкретная степень непрозрачности. Для вашего конкретного эскиза. Будет смотреться оптимально. Готового ответа на это нет. Надо просто взять. И немножечко вот ее пощелкать. Немножко ее посмотреть. Для того, чтобы с этим определиться. Вот. Вот эти белые тоже можно сделать помягче. Видите, при помощи непрозрачности оно уходит. И в целом усы хочется сделать более непрозрачными. Вот. Чтобы они были, но не выделялись настолько интенсивно. Подвинуть можно. Посмотреть, как лучше. Да, там какую-то линию сделать подлиннее. Какую-то покороче. Все это скомпоновать. Это у нас произошел этап номер 3. Когда мы с вами нарисовали черно-белую. Потом сделали заливку. Потом сделали потертости поверх всего этого удовольствия. И теперь еще давайте добавим красоты. Это я уже просто показываю отдельно. Прям очень подробно у нас есть отдельный урок. Мы этим занимаемся. Это примеры дырочек, которые сделаны в формате PNG. Они растровые. Но они очень классно встают на эскизы. И когда нам нужна какая-то потертость на эскизе, они прям туда как к себе домой заходят. И совершенно прекрасно себя ведут. Просто ставится дырочка тоже туда. Вот она так немножечко полупрозрачностью. И сейчас еще вот сюда пару дырок поставим. На основе одной и той же дырки. Сейчас вот сюда поставим. Просто мы ее по размеру поменяем. Она будет смотреться. То есть эта потертость, это то, что называется деструкция. Когда мы разбираем. И здесь тоже все ручками разберу. Никакой симметрии, ничего нам тут не нужно. Потому что ее тут быть и не должно. Вот так. Вот. И получилась юбка. Смотрите, насколько она реалистично смотрится. Что можно еще добавить? Вот что я лично вижу, чтобы еще добавить. Вот сюда. Добавить тень. От полочки. Тихо. Не надо мне туда зацепляться. Я ее сейчас уберу под низ. Ее не будет так видно. Но она сейчас очень красиво встанет. И вот сюда кусочек. Чтобы подсвечивало, что это сверху, это снизу. Вот. Одна. И вторая. Вот она тень. Мы ее тоже берем. Можно вот этот темно-синий оттенок, который мы тут с вами давали. Сделать. Так. Давайте так настроим. Вот. Ну, более такой синий-серый. Сейчас она вылезла наверх. И мы ее... Control и буковка Х. Двойной клик. Control-B. Монтаж на передний план. Вот. Вот смотрите. Сейчас мы ее тоже немножко непрозрачности откорректируем. Но в общем и целом она дала очень классный эффект. Показав объем. То, что у нас эта часть спереди. Вот. И уже вот этот готовый эскиз мы можем с вами теперь все вместе выбрать. И все вместе сгруппировать. Вот у меня отдельная юбка. И здесь тоже мы все вместе сгруппировываем. Смотрите, какая большая разница у нас получается между черным-белым эскизом и цветным. Но конструктор и технолог вам всегда скажут спасибо именно за этот эскиз. Потому что здесь и отстрочки не так хорошо видно. Ну, просто в силу того, что они у нас туда поехали. А здесь все вот это видно хорошо. Потому что при приближении вон они все строчки есть. Рисуйте, пользуйтесь днем. Вообще просто безумная прорва, куда можно там положить очень много разных интересных идей. Ну, вот такие эффекты реально создавать. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Это тоже нормально. Пишите свои комментарии, что бы еще хотели посмотреть. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok